Приветствую вас, дорогие мои, с вами я, епископ Ильберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, пожалуйста, распространяйте видео нашего канала и поддержите нас молитвенно и финансово, у кого как будет на сердце. Благословляем вас. Сегодня я хотел бы прочитать вам сообщение из одного телеграм-канала. Подпишитесь на него, не стесняюсь рекламировать, «Я протестант» называется. Они написали несколько дней назад, такой пост выставили. «Четыре дня назад я, протестант, опубликовал пост смелой прихожанки Сони Мартьяновой, которая обвинила пастора церкви РосХВЕ в Москве Олега Риховского в аморальных действиях сексуального характера. Причем девочке тогда было всего лишь 12 лет. Не слышим официальных заявлений от руководства церкви или Духовного совета РосХВЕ. Киевского Сандея-де-Ладжа вы за духовное и моральное падение отлучили и предали сатане во измождение плоти. При том, что где РосХВЕ, а где в Киеве дядька. А здесь-то все свое, родное. Хотя, может быть, как раз и из-за этого. И дальше они печатают образец заявления, которое было на сайте РосХВЕ. Официальное заявление Духовного совета РосХВЕ об отношении к Сандея-де-Ладжа. Дорогие братья и сестры. И текст вы можете прочитать, он длинный. Действительно, воистину так. Где этот союз, а где дядька Сандея-де-Ладжа в Киеве. Очень далеко. Но почему-то по нему приняли решение, выставили это на всеобщее обозрение. А то, что родное, свое, близкое, не получается пока. Как бы люди не стучали, как бы Соня Мартьянова не обращалась. То есть, глухая защита, глухое молчание, что ничего нет, ничего не случалось. И никаких попыток разобраться. А ведь это же не только вопрос, который касается авторитета всего союза. Это не только касается тех ценностей, которые проповедует этот союз. Но это еще и грех, если это правда. Это еще и моральный вопрос, который люди задают себе, многие люди. А насколько это приемлемо в церкви, такое отношение к детям? Насколько это все принимается? Почему не дается никаких нравственных оценок, духовных оценок? Почему все сейчас положено на то, чтобы убрать этот вопрос подальше, спрятать в самый-самый темный шкаф этот скелет, и не давать ответы на вопросы, которые сегодня интересуют сотни, тысячи прихожан наших церквей? Давайте подумаем об этом. Давайте зададим эти вопросы пастырям. Мы, как люди, должны это делать, как христиане, иметь четкую нравственную позицию. Благослови всех, Господь!